Здравия желаю, товарищ полковник! Ребята разлетятся по другим городам, туда, где они больше всего нужны. Традиционно на вокзале молодых людей провожают родственники. Повзрослеет, он станет мужчиной, он очень многому научится. Папа у Данила был военным, он был подполковником. К сожалению, он пять лет назад умер. И поэтому все эти годы, естественно, ему не хватало и общения, и то, что отцы передают сыновьям, ему этого не хватало. Поэтому мы надеемся, что в армии он это получит. Ему нравится бороться, преодолевать какие-то преграды, становиться сильнее. И вот ему не хватало этого. С теми условиями, которые у нас, он уже совсем поборолся, всего добился. И вот армия, наверное, еще больше его закалит. Все, кто уходит в армию, мечтают, чтобы их дождались. Это непросто. Но девушки, которые собираются так поступить, есть и сейчас. Мне сказали, что мне сделают предложение, если я дождусь. А если вы дождетесь, не сделают предложение? Еще пока не сделают? Нет. Вы хотите за то, что это? Да. Я его очень люблю и хочу быть с ним. Егора Морозова пришла провожать вся семья. Мама, бабушка, брат, крестная, дядя. Они переживают, что их будущий архитектор не успел окончить магистратуру. Возвращайся скорее, Егор! Благословленные православным священникам призывники отправились в путь. Родину защищать. Ирина Шестерикова, Александр Тарасенко. Новости Севастополя.